Нить-филлер относится к нитям-волюметрикам. Преимуществом нитей-филлеров является то, что можно одновременно использовать данную нить совместно с филлером. Конюля идеально накручивается на луеровских замок и можно использовать с филлером с биоревитализантом и со скинбустером. Вы видите волюмизацию носогубной складки нитью-филлером совместно с использованием филлера. Делается прокол таранной иглой, мы заходим в носогубную складку, при этом нить имплантируется в точку максимальной депрессии носогубки и дальше подается филлер. Это позволяет использовать меньший объем филлера и сделать процедуру коррекции более длительной, так как нить формирует достаточно прочную капсулу и медленно биодеградирует. Мы плавно выводим конюлю, нить остается на вершине носогубной складки и дальше мы подаем препарат, делая небольшие движения конюлей. Конюля 25 на 5, самая часто используемая, позволяет вам работать в любых складках. Мы видим поступательное движение, оставляем филлер, а нить стоит уже высоко около крыла носа. Осуществляется прокол таранной иглой на вершине носогубной складки, мы делаем отверстие и вводится конюля. И заметьте, конюля уже сразу закреплена на шприцесс филлером, чтобы одновременно можно было ввести нить в филлер и продолжать введение филлера. Доходим до крылоноса. То крылоноса по носогубной складке можно второй рукой немножко фиксировать нить, либо можем подавать филлер такими поступательными точкообразными движениями и выводить конюлю. Это позволяет равномерно распределиться нити и дальше заполняет носогубную складку филлер. При паттерном оцениваем уровень волюмизации и выводим конюлю из отверстия, оставляя небольшое количество филлера. Коррекция срединно-щечной борозды с помощью нити филлера. Также делается прокол таранной иглой. И здесь мы будем использовать нить филлер в моно-виде, уже без сочетанной коррекции филлером. Можно использовать одновременно с филлером, либо просто в моно-виде можно использовать нить филлер. Все зависит от степени выраженности кожного дефекта. В данной ситуации мы используем в моно-виде нить филлер. Вводится во всю борозду конюля. Фиксируем ткани и выводим проводник. Нить филлер остается в кожной складке. С противоположной стороны то же самое. Прокол таранной иглой. Самостоятельное введение нити филлера. Срединно-щечная борозда. Максимальный участок кожного дефекта. Фиксация ткани и мы выводим конюлю. Дальше будет производиться коррекция губоподбородочных кожных заломов с использованием нити филлера. Производится прокол таранной иглой. И здесь снова сочетанная коррекция. Нить филлер. И мы видим, что подключен конюля шприц с филлером. Мы доходим до участка губоподбородочных кожных заломов. Оставляем там нить филлер. И вводим небольшое количество филлера. И заметьте, что один шприц филлера у нас ушел и на носогубные складки, и на губоподбородочные кожные заломы. На все эти зоны нам хватило 1 мл филлера. Это очень важно. То есть нити филлера позволяют нам уменьшить количество вводимого филлера и пролонгировать результат коррекции. Также мы оставили нить филлер. И вводим небольшое количество препарата на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты. Поступательными движениями плавно выводится конюля. И филлер, и нить остаются в тканях. Введение филлера совместно с нитью филлером позволяет нам равномерно распределить и филлер, и нить. И с противоположной стороны также делается прокол. Точка в кол выбирается индивидуально. Но мы должны понимать, что нить филлер должна оказаться у нас точно под кожной складкой, под кожным заломом. Именно там мы должны ее оставить, чтобы вытолкнуть, уменьшить выраженность кожного залома. Мы доходим до губ подборочной морщины. Можно подойти под комиссуру рта. Это будет очень хорошо, потому что визуально поднимет уголки губ. Это всегда нужно нашим клиентам. Соответственно, нить филлер вы можете использовать как самостоятельно, так и в сочетании с филлером или ревитализантом. Когда вы вводите нить филлер, в тканях остаются 8 ниточек на нити-носителе. Ничего обрезать не нужно, в отличие от кок. Все остается в ткани. Если вы работаете в моно-виде, можно заполнить морщины лба горизонтальные. Вы можете заполнить морщины межбровки и кольца венеры. В сочетании с филлером можно работать по носогубным складкам и по губо-подбородочным морщинам. Вашему вниманию канюля. Это тупоконечная канюля 25 на 5, через которую прекрасно идет препарат. И в тканях у нас будет оставаться 8 ниточек, сложенные в 2 раза. Вот такая вот структура останется в тканях. Продолжение следует...